Альфред Кох, писатель, сейчас с нами на связи. Альфред Рейнгольдович, здравствуйте, рад вам в нашем эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я бы начал не с такой перспективы, вот год-два, возможно, возможно и меньше, а то, что было раньше. А в Веймарской республике говорили, что жители этого государства, этой республики, они отдали свободы и демократии за стабильность, скажем так, больше порядка. Точно так же говорят о Российской Федерации 90-х, начало 2000-х годов. Вы согласны с тем, что такие параллели, они, в принципе, реалистичны с Россией? Ну, всякие аналогии, они имеют очень ограниченное хождение и пределы. Поэтому в какой-то степени Россия постсоветская напоминала Веймарскую республику, но не до такой степени, чтобы можно было просто проводить прямые аналогии. Я не думаю, что основным мотивом избрания Путина вместо Ельцина российский народ брал стабильность в обмен на демократию. Нет, потому что Путина российскому народу, как говорится, представляли как продолжателя дела Ельцина. Он постоянно говорил о том, что он демократ, что он будет защищать права человека, что он совершенно не собирается менять конституцию, что он вообще пришел только на один срок, и что для него это тяжелая, очень неприятная работа и так далее, и так далее. И люди, значительная часть, во всяком случае, людей этому поверила. И даже я в какой-то степени первое время верил в то, что он искренне собирается построить ее рыночную экономику и продолжать те реформы Ельцина, которые вот он продолжал, и так далее, и так далее. И если вы помните, первые несколько лет они действительно были достаточно успешны, и не было никаких особых признаков того, что Путин собирается как-то вот свернуть с демократией. Если вы помните, его овации встречали в западных парламентах и так далее. У него были прекрасные отношения с Европой, с Соединенными Штатами. Нет, все происходило очень постепенно. Поэтому говорить о том, что русский народ как-то осознанно обменял некую, так сказать, стабильность в обмен на демократические свободы, это неправда. Все происходило очень и очень постепенно, и на первом этапе это не выглядело так. Существует, как мне представляется, два базовых сценария России будущего. Один сценарий называется «Россия победила», другой называется «Россия проиграла». Вам какой больше интересен? Ну, естественно, тот, в котором Украина побеждает как на поле боя, так и в ментальном плане. Понятно. А в ментальном плане это что значит победа? Ну, по крайней мере, разрушение того мифа о русских землях, якобы на территории других суверенных государств. Ну, миф этого вы разрушить не сможете, он все равно останется. Вот, во всяком случае, в головах части электората российского. Вот, поэтому мифы, знаете, они живут тысячелетиями, и никакие, так сказать, реальности, никакие катастрофы национальные не могут этим миф разрушить. Например, русские считают себя необычайно здоровой и бодрой нацией по отношению к тем же самым западникам, да? Вот, и каков же было, так сказать, их разочарование, когда они увидели там в 1855 году англичан в Крыму, которые там на полголовы были их выше, и шире в плечах, и здоровее, и так далее, и так далее. При этом у самих русских представление о себе как о народе богатыри. Это невозможно, так сказать, ничего поменять, поэтому мифы разрушаются очень тяжело, и вряд ли вообще разрушаются. Поэтому, если говорить о сценариях, когда Россия проигрывает эту войну, то там тоже, так сказать, алгоритм разветвляется. Возникает два сценария. А существует оккупационная администрация или не существует оккупационная администрация? Какой из этих двух вариантов вы выбираете? Вы меня спрашиваете. Давайте оба, Альфред Таренгольдович. Давайте оба будущем, а будущее всегда ветвится. Естественно, я с вами согласен абсолютно. Прошлое уже прожитое по какой-то одной из ветки алгоритма, да? А будущее все ветвится. Поэтому, когда вы мне говорите о будущем, давайте, так сказать, смотреть. Вот Россия проиграла. Есть оккупационная администрация или нет? Это же два разных сценария. Давайте рассматривать, не знаю, вот я накануне нашего с вами разговора один из таких вот сценариев рассматривал. Другие мыслители говорили о нем. Это коллегиальный орган, что ли? Представьте мне про мыслители и философы. Вот давайте по вопросу. Вы есть? Будем оккупировать Россию или не будем? А кто оккупирует ее? Давайте сначала начнем. Ну, я не знаю. Победитель. Украина и в Москве поставят украинский флаг или что? Вы это имеете в виду? Я вас спрашиваю. Вы собираетесь это делать или нет? Смотрите, я не главком вооруженных сил Украины. Я не президент Украины. И планов таких у Украины точно нет. Давайте так. Скажите мне, что такое победа? Победа Украины? Ну, давайте так. Я сейчас, если буду говорить об официальной позиции, которую, в принципе, все слышали и так далее, изгнание российских войск. Вы же не официальный человек. Вы же не спикер, так сказать, офиса президента. Поэтому говорите свое мнение. Я же вам свое говорю. Ну, давайте так. Первый этап – это, по крайней мере, изгнание войск. Второй этап, который необходим Украине – это демилитаризация России, которая не будет нести угрозу Украине. Как вы заставите это сделать без оккупационной администрации? Возвращаясь к письму Навального, это, опять-таки, роль Запада, как мне кажется, должна быть. А как Запад это сделает без оккупационной администрации? А тут мы возвращаемся как раз к теме оккупационной администрации. Но ведь это же не демократия. Без оккупационной администрации разоружить Россию у вас не получится. Ну, мы же тогда не идем по теме демократии. Мы же тогда не идем по теме какого-то, не знаю, развития, высоких слов. Россия останется недемократической страной, потерпевшей поражение. оставленный на собственный произвол, и, соответственно, все процессы реваншизма, какого-то, так сказать, неудовлетворенных амбиций, поиска врагов, которые привели к поражению внутри страны, и так далее, и так далее, он будет продолжен. Отсутствие оккупационной администрации, уже так говорим, а что вместо нее тогда? — Ничего, так сказать, Путин кто? Ну или какое-то, так сказать, сонмище силовиков, которые, так сказать, придут к нему на смену, если они посчитают необходимого образа. Ну что, хрен редкий, не слащий, как вы понимаете? — Ну, естественно. В этом случае, как я понимаю... — А кто? Нет, понимаете, вот Путин, так сказать, скажет, ох, раз мы проиграли, то, видимо, я не прав, давайте объявим все общие выборы, кто победит, кто победит, а я уйду. Если, так сказать, народ посчитает, что я виновен, судите меня, ставьте меня к стенке, там, и так далее. Вот этот сценарий, он же малореалистичен в отсутствии оккупационной администрации, правда? — Слушайте, а ну... — Они будут бороться за власть, за сохранение своей власти над страной, за сохранение своих состояний, своего положения, так сказать, и так далее, и так далее. Конечно, и они не дадут, имея, так сказать, в руках военную силу, и все, так сказать, органы подавления, они не дадут никакого демократического сценария России. — Я правильно понимаю, что оба... — А Запад и Украина самоустранится, как вы только что сказали, и не будет вмешиваться в эти процессы. — Слушайте, ну мы тогда подходим к таким... — Бля того, с помощью санкций вы загнали Россию в некую, так сказать, экономическую авторки, она будет вариться в собственном соку, и как Запад перестал зависеть от русских энергоносителей, так и Россия скоро перестанет зависеть от импорта. — Да, она будет жить хуже, она будет жить примитивнее, она откатится в технологическом плане на 50 лет назад, но это же не значит, что она умрет. Она будет жить в каком-то таком полузимбамбийском, полусеверокорейском варианте. И ей будут плавить силовики, которые там все необходимые предметы роскоши будут покупать в Дубае, в Китае, еще где-нибудь в странах, в Сингапуре, которые совершенно не порвались с ней. Вот. И вот будет некая такая страна, описанная Сорокиным в Днеопричника, в Сахарном Кремле, и вот в ней, так сказать, будут происходить какие-то процессы. И не забудьте, что эта страна будет продолжать владеть ядерным оружием. Вот вам будущий сценарий России. И никакой из них не сулит, в принципе... И никакой из этих сценариев, в вашем, вами описанном, в принципе, не сулит мира какого-то, ну, условного, да, вот этого, о котором много слов сказано уже. Никакой из этих сценариев, я описал пока один сценарий. Какие еще сценарии я описывал? Я описал только один сценарий. Вот он вытекает из вашего предложения. Отогнать Россию на границе 91-го года и больше ни во что не вмешиваться. Правильно ли понимаю, согласны ли вы с таким мнением, что война... Ну, кстати говоря, в этом сценарии, какова вероятность, через какое-то время Россия снова нападет? Ну, высока вероятность, слушайте. Я думаю, 100%. Более того, она, скорее всего, сразу применит ядерное оружие. Угу. Хорошо. Понимая, что у нее, так сказать, технологического и военного преимущества нет, единственный ее шанс победить, это использовать ядерное оружие. Согласятся ли на это приближенные? А почему нет? Если они такие же дебилы. Ну, если рассматривать... Кто из них умней Путина? Назовите мне хоть одного. Не берусь, Матруш. Не берусь. Да, ну вот. Не берусь. Он же их долго-долго подбирал. Себе по росту, как говорится. Опять-таки, понимаю ли я правильно вас? Либо, возможно, вам этот сценарий, вы к нему присматривайтесь, что лишь война на территории России может, скажем так, вот эти негативные, вот этот негативный сценарий, о котором вы сейчас говорили, как-то отодвинуть, сделать нереалистичным? Нет, подождите, а почему вы от меня хотите каких-то предложений для Украины? Нет, 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 для Украины. Не для Украины. Тут, получается, для всего мира, слушайте. Если мы говорим о государстве, которое несет ядерную угрозу, это же не только для Украины. Вы меня попросили нарисовать сценарий будущего России. Я попросил вас выбрать, какой сценарий вам писать. Россия победила или Россия проиграла? Вы сказали, Россия проиграла. После этого я спросил, с оккупационной администрацией или без. Вы сказали, без. Вот я вам нарисовал сценарий. Я помню, что она... Дайте мне другие вводные, я вам другой сценарий нарисую. Хорошо. Давайте сценарий, о котором, собственно, вы с самого начала сказали. Это Россия побеждает. Что такое Россия побеждает? Россия побеждает, это она, так сказать, завоевывает Украину и каким-то образом сумеет договориться с Западом, что на этом она останавливается и, так сказать, ее амбиции удовлетворены. И она будет искать нового равновесия, какой-то новой разрядки, нового мирного сосуществования двух систем. Как это случилось, я не знаю, в постсталинский период. Вот это вот ее образ победы. Во всяком случае, она так это декларирует. Она говорит о том, что она никаких амбиций идти дальше не имеет. Но вот Украина, это сфера ее влияния, и она здесь будет, так сказать, царить. В этом случае сценарий такой же, как... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у тоталитарных диктатур в случае проигрыша... Ну, как бы мы можем судить о будущем только по прошлому, да? Поэтому в случае проигрыша у них есть несколько вариантов поведения. Один вариант поведения, это вот упомянутая вами история после Первой мировой войны, когда Веймарская республика, потом развал и диктатура Гитлера, реваншизм, попытка, так сказать, восстановить величие и так далее. Либо, так сказать, Германия после Второй мировой войны, когда, так сказать, элбопационная администрация, медленная, так сказать, деноцификация, медленная, так сказать, демократизация, свободные выборы, там, Адонауэр, экономическое чудо и так далее, и так далее. Аналогичный сценарий был примерно в Японии, там, в Южной Корее и так далее. Вот. Поэтому с проигравшими диктатурами более-менее понятно. А с победившими диктатурами тоже более-менее понятно. Что будет? Будет сначала экономический спад, потом там Ленинградское дело, потом дело врачей, потом смерть вождя, потом схватка за власть, потом долгое-долгое, так сказать, умирание этой вот модели полудиктатуры какой-то. Или, так сказать, второй сценарий, тоже, так сказать, победившая диктатура, это, там, не знаю, политика большого скачка, культурная революция, культ Мао Цзэдуна и так далее. Вот. Ну, вот эти два сценария, так сказать, для победившей России, так сказать, совершенно очевидны. Какой-то такой вот советский союз конца 40-х, начало 50-х годов. Или Китай, там, второй половины 50-х, начало 60-х. Вы сказали о фразе договариваться с Западом, с Европой, это все на фоне, вот, там, поставок или разговоров о поставок вооружения Украине. Разве Запад вот так легко от помощи военной Украины может перейти к... Ну, давайте говорить, получается. Правильно я понял вас? А какой у них альтернатива? Угу. Ну, вот если бы случился путинский сценарий, там, захват Киева в три дня, что, Запад бы, так сказать... Запад бы сел за стол переговоров с Путиным, конечно. Ну, а что вы ему предлагаете? Воевать с ним, что ли? Ну... Если он твердо говорит, что мы на вас нападать не будем. Вот Украина — это предел наших амбиций. Ну, когда-то Владимир Владимирович говорил и о том, что он на Украину нападать не будет. И, собственно, реальность, она отличается от сказанных им слов. Ну, имеется, после того, как, так сказать, какие-то договоренности будут, Запад не будет уже больше линия Путина, и будет вооружаться, укреплять оборону, так сказать, укреплять НАТО в Европе, там, и прочее, прочее. И еще один сценарий, который часто описывается, это распад самой Российской Федерации. Перед разговором я о нем говорил от представителей Еврокомиссии, аналитика. И распад видят в таком смысле, что вот все эти проблемы, экономические санкции, там, политические перипетии, хаос, как говорят, так далее, там подобно, война продолжающаяся, она будет определенным образом влиять на какое-то национальное самосознание республик, там, Бурятия, Дагестан и другие национальные республики. Насколько это сценарий, как вы его рассматриваете вообще, вероятность такого сценария, что вот эти проблемы сподвигают вот эти республики заявлять о своей независимости? А вот скажите, пожалуйста, Советский Союз, там, условно говоря, в 30-е годы там проходил, мне кажется, несколько точек очень и очень тяжелых экономических и политических позиций. Например, там, голод 22-го года или голодомор 33-го года и так далее, и так далее. И политически, и экономически это были тяжелейшие моменты в истории Советского Союза. Вот какое из этих моментов национальное самосознание национальных республик поднялось, и они решили развалить Советский Союз? Ну, риторический вопрос. Да нет, не было такого момента. Ну, договорились мы с вами, не возвращались в прошлое. Да, я вам еще что-то напомню, что вообще, так сказать, национальное самосознание республик как в составе Советского Союза, так и в составе Российской Федерации поднялось по мере демократизации. А по мере, так сказать, углубления авторитаризма все это, так сказать, душилось и исчезало, и никто рта не мокр, скажем, эту тему. Поэтому я как раз считаю, что по мере, так сказать, укрепления путьской диктатуры тема, так сказать, развала по принципу национальных автономий, она вообще, так сказать, уходит со сцены. Потому что он жестко контролирует региональные власти, и никакого, так сказать, такого сепаратизма в духе Дудаева или даже Шаймиева он позволять не станет, не говоря уже там об сепаратизме в духе какого-нибудь Гравчука или Назарбаева. Для России я не вижу никакого позитивного сценария. Ну, если позитивным сценарием считать, там, построение нормальной демократии, которая, так сказать, не является угрозой для человечества. Вот. Я не вижу никакого другого позитивного сценария, кроме как ее поражение в этой войне и установление какого-то дружественного Украине и Западу в целом режима. В том числе, возможно, и, так сказать, под контролем какого-то международного сообщества. Александр Ингольдович, а тогда благодаря кому установление вот такого дружеского режима? На сегодняшний день я не вижу ни одной страны в мире, которая в состоянии эту функцию выполнить, кроме Объединенного Запада во главе с Соединенными Штанами. К сожалению, это вот та задача, которую Америка должна выполнить, и это ее долг перед человечеством. Недаром весь мир так долго платил ей, грубо говоря, налог за использование, за то, что она сделала доллар мировой валютой, и мы, все человечество, так сказать, некоторое время финансировало Соединенные Штаты, теперь настало пора Соединенным Штатам заплатить человечеству за это. Смотрите, я просто возвращаюсь к тому сценарию, о котором мы ранее говорили, что приближающееся поражение, оно подтолкнет к использованию ядерного вооружения. Так а как тогда США какими методами, инструментами, что ли, может повлиять на саму Российскую Федерацию? Разговорами же тут не обойдешься. Ну, вы от меня слишком многого хотите. Я просто говорю, что другого выхода нет. Естественно. Да. Другого выхода нет. Все остальные сценарии это создание некой авторитарной, замкнутой внутри себя страны, которая варится в собственном соку, или рано или поздно она отчебучит что-нибудь почище, чем нападение на Украину. Альфред Ренгольдович, спасибо вам. Не так много времени, к сожалению, но я думаю, еще увидимся в больших формах для телеканала Freedom. Альфред Кох был с нами на связи, напомню. писатель писатель